Так, про мануэльный рассказал, теперь про искусственный материал. Искусственный материал, ну про ламинат, наверное, нет смысла рассказывать. Все его видели, все его знают. Удивить его достаточно сложно чем-то вас. Большой выбор цветов. По толщине на сегодняшний день самая популярная толщина 8 мм. Если заказчик или мастер требует 12, проверяем основание. Потому что мастера требуют 12 мм ламинат, не из каких-то там побуждений, заботы о заказчике. Они не уверены в ровности. Вот смотрите, ламинат 8 мм, если он лежит на неровности, он будет, ну тут толстая, конечно, штучка, она будет играть. И заказчик потом задает вопрос, чего это у меня ламинат? Вот, кстати, один из вопросов, что ламинат к нему пришел, почему ламинат в шоке приходит? Проверьте основание. На ровном основании, куда ему ходить-то, ходить ему не будет. Самая ходовая позиция по ламинату в Европе 7 мм. У нас 8 мм. Вхождение ламината приводит к тому, что ломаются замки, замки ломаются, пластины разрешаются, обнаруживают все щелочки, которые, в общем-то, по природе не должны стать. Поэтому тут вот ориентируйтесь на, мне кажется, больше на световое решение. И на сегодняшний день мы любим работать с ламинатами и петом кирма. Кирма сама по себе шведская. Но на данный момент они поставили завод в Подмосковье. И пока зовут новый, вот уже нет. А можно написать на доске, как это? Да, конечно. Марка там, это как черный, что я выяснил. Да, конечно. А, извините, можно говорить, потом полмарка на втором? Да, конечно. Я потом вас не напишу. Да, можно все записать, бренды с вами. Да, мы не при фирмах, и сейчас я объясню почему. Потому что вообще первая война, первая война, возобрела эта фирма. Именно они были родоначальником, они придумали это попрытие. Вот, и все самые интересные новинки. То есть вот текстурированная поверхность, матовая поверхность. На сегодняшний день у них есть покрытие, которое нитил в покрытие маслом. Так интересно, вот трогаешь эту досочку. Все, наверное, трогали ламинат, он такой холодный, немножечко, такой скальсковатый, нитий. Это и в оба особенности. Так вот, у педа есть покрытие, которое вот трогаешь, у них бархатистая поверхность. Такое ощущение, что трогаешь деревянную поверхность. Нет вот этой холодной скользкости, нет вот этого, ощущение этой пленки. А в каком рисунках нет? Ну, рисунков там тоже много. Я имею в виду... А, повтор рисунка, да, повтор рисунка, да. Там коллекция подороже, там идет 12, да? 12 этих самых принтов. Коллекция подешевле, там как обычно 6, 6-8 идет принтов. Ну, по ламинату, я не знаю, что еще сказать. Тут, в принципе, все все знают, наверное. Многие ламинаты на сегодняшний день, я бы вам советовала на них ориентироваться, хорошие бренды, они предлагают пороги и плинтус. Пороги кратные, достаточно плоские. Вот если его дофликсовать, он доходил. Такой вот. Вот эта толщина порядка 2 мм. Может, я меня не пересу, конечно. 2 мм. За счет этого нет вот этого вот выпячивания, который заказчику не нравится. И плюс, покупая порог, покупая ламинат, вы сразу по этому артикулу заказываете пороги. И с высоты человеческого роста. Я всегда говорю, полы, мы не ложимся на полы, так не долго, как правило. Ну, выпить надо, конечно. В основном мы смотрим на полы с ростом. И оцениваем состояние пола, состояние пороги. Так вот, вот эти пороги, такие родные, если вы покупаете, это Петра, это Балтыли, это Крикстеп делает. Классово это делает. И Крикстеп в России, и Петра в России, а Классово и Балтыли это либо Бельгия, либо Германия. Они делают все родное. И за счет этого вот получается, что нет этих переходов. Потому что на сегодняшний день многие заказчики хотят либо без пороговую систему, то есть вообще порогов мне не надо, либо хотят такой порог, чтобы его просто видно не было. Чтобы он глазами китался, чтобы ногами не цеплялся, и никак вообще не выделялся. Вот. Дальше. Ну, это пола не надо.